Ты не представляешь, ты просто не представляешь, какой мне сон приснился Это, наверное, самый лучший сон в моей жизни Я, значит, такая, что-то готовлю салатики, такая, знаешь, как по обыкновению И тут ты говоришь, пойдем, у меня там сюрприз Бац, откуда ни возьми, сцена взялась Давно с отродясь, никакой сцены не было Подхожу, а там такой выходит Егорушка и такой Катя, с днем рождения Я тут обомлела просто Но потом он еще и с Новым Годом меня поздравил Но я думала, он просто заранее меня поздравил Господи, а можно еще раз? У меня есть кровать, есть кровать Я сейчас пойду посплю, хоть бы еще раз приснилась, а пожалуйста Ага, не могу, не могу Собирай кровать, пошли за мной Давай, иди сюда То есть, ты думаешь, что все это сон, да, был? Ну да, я проснулась тогда потом еще посреди поля, в кровати А, ну да, ну иди сюда, главное не отставай Пошли вот сюда, в нашу новогоднюю зонушку Ага, ага, мастер Маргарита, домик Деда Мороза Наша елочка, твой коток Кати Крафт Ага, ну так, слушай А если это был сон в предыдущей серии выживания, тогда Вот откуда здесь сцена настоящая взялась, а? Подожди, какая сцена? Сцена? Погоди Точно такая же сцена у меня была во сне Я прям тебе че-то, че-то Прям честно говорю Она была такая же синяя И вот ступеньки, ковер был А-а-а, Егор Крит А-а-а, Егор, Егорушка Ну ты же понимаешь, это шанс один на миллион Критов встретить Я же песни его, ну, песни же у него такие крутые Пожалуйста, позови еще раз Я хочу с ним познакомиться, ну серьезно Погоди, тебе что ли тоже Егор Крит приснился? Кать, это был не сон Он реально был В смысле не сон? Это, это, это не сон был Это новогодний подарок был От Лера Дуримонда Это новогодний подарок был Он реально сюда пришел на сцену И реально тебя поздравил с днем рождения Потом с Новым Годом А Хрейд это увидел Офигел И потом кричал, как девка здесь ненормальная А-а-а, Егор Крит, Егор Крит Дай автограф А-а, Егор Крит Позови его еще раз Я ничего не помню Я хочу его еще раз встретить Че за фигня? Он сказал, что только один раз придет Я не смогу его второй раз позвать Все, отстаньте от меня, пожалуйста Ну пожалуйста, я тут позови буквально на одну серию Ну пожалуйста, ты же все Да, позови его еще разочек Один раз, пожалуйста, позови Все, больше спросить не будем Я не смогу его позвать Мы с ним договорились Все, он один раз приходит И все, он больше не сможет прийти Везде должна быть своя мера, как бы А он один раз вот это поздравил вас Хватит? Че еще ему приходить-то? А че он как Дед Мороз раз в год приходит? Так неинтересно Слыши, Гороз Крид А-а-а-а Ненормальный Вы бы лучший наркомали Петрович Вместо того, чтоб жопу себе прохлаждать здесь на сцене Пошли бы делами какими-то важными занимались Они здесь стояли И ты как-то тоже пошли давай за мной Ты че забыла, сколько у нас с тобой еще дел в новом году? Два раза больше, чем в старом году Да у нас всегда с тобой дела есть А эти дела не прекращаются никогда кстати дела а ну-ка иди за мной ты чё опять придумала то не надо слов просто иди за мной нам нужно поговорить серьезно наркоманы петровичи за мной нам с вами искать и поговорить серьезно нужно мне уже даже страшно что она опять себе там придумала помнится мне что до нового года ты мне кое-что обещал ты же помнишь что ты мне обещал вы помните что я и обещал нет никто из нас не помнит что я тебе обещал а если хорошенько так подумать но так немножко пораскинуть мозгами да я тебе много какой фигни в прошлом году вот это говорил но я не помню какая из этих всех фигонь самая важная и ладно короче помнишь когда мы с тобой пошли за новогодней елкой в лес вот вот этот случилось тогда ты мне пообещал за чеки бомбонить наших лис ааааааа чтобы маленькая лисичка у Елизаветы где кстати Елизавета что маленькая лисичка у Елизаветы Николая появилась а где наши лисы кстати в школе а господи опять сердце остановилось что тогда сейчас придем наркомали петрович это ягодки нам подготовьте мы сейчас кать врнемся палатки тащи катюхой пошли туда А чё, так просто что-ли было? Ты же мне реально пообещал, что новогодняя кутюрьма закончится, и ты зачикибомбонишь. Ну, щас пойдём зачикибомбоним, тем более, ну, Елизавета и Николай уже взрослые, молодые лисы, ну, надо уже детей заводить как-никак, пошли. На канале тоже как бы скоро уже 10 миллионов подписчиков, а там тебе, Катя, вообще... А, стоп, всё, а, это самое, чё? Тройню родить надо будет, да, ты не забывай, не забывай, пошли. Не помню такого. Мы с тобой такие плохие родители, у нас дети тут с сентября тусуются, как мы их в школу привели сюда, так они у нас тут и остались, кошмар. Да почему плохие-то, наоборот, хотим, чтобы наши дети выросли вот этими умными, господи, лимончик, шоколадный кекс, здесь у нас Герман второй, мы реально их уже почти полгода не кормили. Да, дети-то у нас уже не дети, им уже вот заводить своих детей, поэтому так, Лиза, как там тебя, Николай, собирайтесь, мы уходим. Ага, всё, поводки бери, поводки бери и потопали, где мой поводок, вот этот бери поводки и тащи их отсюда, давай, Лиза мой поводок украла. Пошли, пошли, Лизочка, выходи на улицу, тащи Николая, вот эту дверь в школу закрывай и пошли к вам домой. Давно вы там не были, уже даже забыли, как ваш родной дом выглядит, давайте вот сюда. Там ваш сосед ещё заждался вас, этот, Филипп, белый такой, помните? А наркоманы Петровичи, если бан не хотят получить, вот это, ягодки вам уже подготовили, сейчас придём, все отвернутся в сторону, и вы там займётесь своими делишками, давайте, вот сюда. Кстати, вот это, они же даже с аксимилометрами вот это даже не знакомы, они даже не знают про их существование. И не надо, а то вдруг съедят. А у меня для вас, наркоманы Петровичи, ещё одно задание, сейчас будете все дружно придумывать имя новому лисёнку, поняли? Ягоды на бочку, кто там, где ягоды нашёл, молодцы, молодцы, вот это я понимаю, хорошо потрудились, два стака мне даже ягод дали, и всё, а сейчас обернулись все, обернулись и в эту сторону даже не смотрите. Елизавета, идите сюда, заходите внутрь, Николай, заходите, двери за вами закрываем, вот сюда к нам присоединяйтесь, цепляем вас. И чё, Катюха, это, можем начинать, получается? Да, давай, это такой ответственный момент, это просто, это просто, это волшебно, давай. Давай, Елизавета, Николай, обернулись, я сказал, печенька, обернулись и Игоря убили, фух, я давно этого ждал, ваша мама тоже давно этого ждала, наконец-то, Катя, мы с тобой станем пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушками, давайте. Давай, уже давай. Елизаветочка, Николай, чики-бамби-пуки, давайте. А, вы, ты такой, мой синий, мой голос. А как назвать? Ну вот это сейчас мы выйдем и спросим, что они там придумали, так, поводок, 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 какой шебутной. Вот, возьми на поводок, за тебя, за тебя, бери на поводок и цепляй. Вот, всё, цепляй, 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 чтобы он отсюда не выбежал. Всё, поздравляю вас, держите ещё, вот ягодки держите, покушайте, выходи давай на улицу, Катя, быстро. Так, а теперь объявляю конкурс на самое лучшее имя, варианты. Так, как будем его называть? У меня есть гениальный план, давайте его Егором назовём. А фамилию ему Крит дадим, да? Да. Ты задрал уже, честно, я тебе говорю, ты фанатка ненормальная, вот это. Имя, есть ещё какое-то нормальное имя? Ещё варианты, ещё варианты. Афанасий, Ахмед, Николай Второй, Егор, Машенька. А, кстати, это вообще мальчик или девочка, мы не разобрались. Ну, на самом деле, не важно. Но, слушай, на самом деле, имя Егор мне нравится. И у нас ещё такого не было. Назовём его в честь Егора? Егором. Ну, давайте в честь Егора назовём его Егором. Решено, Херейт, ты победил. Херейт победил, держи вот эту ягодку, ты заслужил. Всё, бирку тащим, бирку переименовываем её. О, господи, сейчас вспомню, где она находится. Вот здесь бирочка есть, переименовываем, давайте быстренько. Егор или Егорик? Егор, прям Егор, вот чётко. Егор, Егор. Ты это, иди бирку пока цепляй, а я сейчас приду. Ну, давай, давай. Не хочет твоя мать Егорик присутствовать в момент твоего вот этого... Где ты, кстати, поте... А, вот ты, господи, спрятался под Николаем. Вот, всё, Егор, Херейт, ты рад? Конечно. Вот и всё, полноценная семья. Николай, выплю мне эту гадость, пожалуйста, держи вот это. Ага, держи ягодку. Всё, потопали. Ещё, правда, осталось Филиппу бабу найти. Ещё осталось ей за чики-бомбонить, и тогда Лисия, семья у нас вообще уже прям будет полностью готова. Ну, вот и всё, наркоманы Петровичи. Ещё одна счастливая семья в нашем городе. Ещё один ребёночек появился. Так, а где Катюха? Она что, не вернула, что ли, до сих пор? Вот, смотри. Это что? Еще лисы. Я вижу, что это не далматинцы или там щенок чихуахуа. А что они здесь делают-то? Ну, это самое, ты же мне обещал, как бы, ну вот, я привела, мы договаривались с тобой. Ну, я что-то не помню, чтобы я это обещал. Я обещал, что мы Елизавету и Николая зачики-бомбоним. А на кой черт нам еще 10 новых лис? Да ты ничего не понимаешь, в лисьем счастье. Этим бедным лисам нужен свой домик, свой уголок, чтобы их любили, чтобы их оберегали. Им нужна семья, а семья у них вон там. Ну, кстати, они что-то туда не поместятся-то все. А где ты их нашла? Так ты их из леса забрала, ты у них самих дом-то вот это украла. А сейчас хочешь их куда-то в другое место поселить? А они меня с прошлого раза там и ждали. Я просто вернулась за ними. Они все такие, Катя, Катя, наконец-то ты нас спасешь. Поэтому давай, готовь какие-нибудь хоромы, я не знаю. Давай быстрее, куда-то их надо сосунуть, спрятать. Нет. В смысле нет? Я не буду строить отдельный дом. Будешь, будешь, будешь? Я не буду строить отдельный дом для еще каких-то 15 новых лис, которых я вижу в первый раз. Катя, успокойся, зачем нам столько много лис? Хорошо, тогда мы отправляемся в наш дом, будем ночевать там. Господи, за что мне такое счастье, ты мне на голову свалила с моей жизни, Кать? Ну зачем? Ты лису даже одну потеряла, какая из тебя мать? Кать! Пока бежала домой, всех лис растеряла, да? Подойди, 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 подойди сюда! Я не буду за тобой сейчас неделю гоняться отсюда! Короче, в жопу. Сама ты их, Катюха, притащила? Сама иди их и лови. Я не буду за ними ухаживать, не буду за ними какашки собирать. И не буду для них никакой дом строить, все! Ну ты же обещал мне, ну куда же я сейчас дену все эти пушистые хвостики? А ну давай им что-нибудь построим, какой-нибудь трехэтажный или четырехэтажный дом. Они будут жить, им будет круто, ну давай, ну тебе жалко что ли? Ну пожалуйста! Или они остаются тут! А других вариантов вообще никаких нет? Там, выпустить их в дикую природу, чтобы шли дальше, жили там нормально? Нет, нету никаких вариантов. Я сейчас просто беру, отпускаю поводки, и они живут здесь. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Катя просто просит. Вот у меня сейчас точно такое же настроение, как у банана, честное слово. Но мне нужен ответ. Вы готовы или нет? Нет, нет, не готов. К сожалению, такой ответ не принимается. И Катюха 100% скажет, чтобы мы пошли всё строить. Ладно. Кать, ты тогда идёшь с нами или здесь остаёшься? Мы сейчас пойдём быстро запердохаем всё это. Ну, я, наверное, их оставлю и с вами пойду помогу, так уж и быть. Ладно, оставляй и пошли тогда. Только дверь за собой закрой потом. И оп. Четырёхэтажный дом. Ну, пошли, значит. А куда ты нас ведёшь, а? А что мы будем делать? А где мы будем делать, а? Ну не томи уже, скажи, пожалуйста. Да ты не толкайся, подожди, не отвлекай меня, пожалуйста. Я думаю, где нам начать строить наш домик для лисов. Слушай, в принципе, здесь можно. Можно вот здесь очень много свободного места. Если вот, допустим, где-то вот сюда один блок ставим, четыре, пять блоков пропускаем. Вот так. И здесь у нас будет находиться вход. А? Чё скажешь? А сколько этажей будет? Ноль. А, ну почему? Потому что у нас с тобой как-то не небоскрёб будет. Ты думаешь, на кой фиг лисам вот это небоскрёб? Мы им построим заповедник. То есть парк. Огромный парк, куда мы переведём всех лис, они просто в нём будут жить, и всё. Зачем им небоскрёб-то, не могу понять. Так это получается даже лучше, чем я могла себе представить. Слушай, ну ты такой молодец. Слушай, всё, давай тогда строить. Наркоманы Петровичи, пока я буду здесь строить вход и, в принципе, стены, домой сгоняйте, ещё еловые ёлки притащите, еловые брёвна притащите, дубовые еловые доски притащите, люки и всё вот это, что у нас только есть там в доме еловое. Давайте быстро. А ты, Катюха, тогда пока контролируй, какие у нас размеры будут нашего заповедника, потому что слишком большим я его тоже строить не хочу. Как можно больше. Ладно, хорошо, просто смотри. Вот и всё. Так, а вот эту шайтан-машину нам придётся убрать, потому что она мне здесь немножко мешает. Катюх, стань вот туда, в центр, пожалуйста. Ага, вот тут, давай, становись. Ага. Глаза закрой. В смысле? А что? Закрой, закрой, закрой глаза. Ну ты глаза не закрыла. Если бы закрыла, то выжила бы. Я же тебя предупреждал. Ладно. Стойте, стойте. Главное, не шевелитесь. Я просто хочу чё-то попробовать. Стой. Глаза, глаза, главное, закройте. Глаза закройте, закройте. Да почему никто глаза-то не закрывает, я не могу понять. Вот если бы глаза закрыли, выжили бы все. Всё, Катюх. А ты встань, встань на серединку ты теперь. Не буду я ничего остановить. Всё, давай убирать эту фигню бесполезную. Вот здесь у нас с тобой, Катюха, будет вход. Стены я уже немножко начал возводить. И вот такой у нас будет парк. В принципе, можно сказать, очень даже огромный. Ну хорошо. Получается, это мы с тобой не переехали в лес, а лисы из леса переехали к нам жить. Отлично. А ваша задача, наркоманы Петровичи, сделать эту стенку в высоту примерно блоков 6-7. Поэтому давайте. Я надеюсь, что еловые брёвна вы взяли. Возводите стенку. А ты, Катюха, иди сюда за мной, я тебе сейчас кое-что покажу. Давайте, давайте, не жопу чешите, а стенки давайте стройте. А сейчас, Катюха, твой выход и твоё любимое занятие. Катюшка, дрова чист, или как ты себя там называешь, через один блок начинаешь сдирать кору из этих всех деревьев. Всё поняла? Я всё понял, и я начинаю. Раз, два, три. А вы, наркоманы Петровичи, помогите ей, чтобы это намного быстрее... Нет, 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 я сама справлюсь. Мне помощь ваша не нужна, понятно? Хорошо, просто тогда смотрите. Давай, Катюх. Эть, 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 эть. Как я давно этого не делала? Наркоманы Петровичи, а вы что стоите-то, лентяи? Брёвушки берём в ручки, идём строить, нам ещё забор нужен, калитка нужна, какая-нибудь развлекательная зона нужна, ещё что-то. Давайте, давайте. Давайте, там на месте не стойте, потому что вы себе даже не представляете, сколько всего нам ещё сами нужно построить. КАГО? Нет, я устал, я устал, а можно покушать. Вы чё там офигеете? Идите работайте, когда достроим всё это, тогда все и пойдём покушаем мне. Ну, вроде как красиво получается. Реально, настоящий заповедник. Слушай, они не хотят ничего делать, а? Вы чё, реально не будете нам помогать, что ли? Ну, вы ещё из сервера выйдите, ага. А. Так... Ну, вот и зачем ты им это говоришь? Они же всё буквально воспринимают, а не в шутку. Слушай, ну раз тогда они пошли кушать, тогда и мы тоже пойдём кушать. Я не пойду кушать, я это дострою, и потом пойдём с тобой будем кушать. Всё, стой на месте, никуда не уходи. Да ладно тебе. Давай отдохнём, в следующий раз достроим. Пойдём. Так тебе нужно было это достроить, а не мне. И ты сейчас сливаешься, что ли? Отдыхать пойдём, я тебя в баньке жду. Не, ну банька это, конечно, святое дело, но парк тоже достроить надо. Ну ладно. У лис хоть и лапки, но построить они себе точно чё-то смогут. Всё, зови лис, пускай сами себе всё дальше строят, а я в баньку побежал. Субтитры подогнал «Симон»